Всем доброе утро! Вот такое у нас солнечное раннее утречко. Мы опять едем в деревню. Мы едем не одни, мы забираем своих животных, потому что Кнопа старенькая. Дома она, во-первых, боится без меня, во-вторых, она не ест без меня. В последний раз, когда я приехала, она сбегала в туалет и пряталась за трубами. Этого никогда не было, поэтому мы едем на три дня. Несмотря на то, что квартира попросили присмотреть, родственников будут там родственники, потому что страшно оставлять одну квартиру сейчас. Но забираем и кошку, и собаку. Едем, потому что до сих пор на учете я нахожусь в области. Побоялись, пили, оформляться в Харькове, потому что непонятно, что будет в Харькове, как будет в Харькове и так далее. Поэтому на учет там, плюс проведаем свекровь, да, и немножко отдохнем. По обстановке кошмарная ночь, очень кошмарная. Опять не вижу смысла этих тревог. Было четыре тревоги где-то так, и ни одного прилета. Потом уже в 4.40 я пооткрывала все окна, лягла, думаю, передремая. Все равно нам вставать в 5.00, в 5.15. Ни тревоги, ничего, и шесть прилетов. Скакивали так, муж смеется, говорит, ну будильник, а как по-другому. Так что вот такие дела. Ключевая проблема в том, что собаку очень укачивает в машине, прям очень-очень. Нам ехать недолго, буквально 10 минут, но даже за этот промежуток ее может укачать. Понятно, что водителям не очень нравится, да, любому не понравится. Она может вырвать, может не вырвать, все зависит от состояния. Я ее пыталась не кормить, у меня пеленочка, я ее на руки беру. Но опять же, зависит все от человека. Один раз я ехала с собакой, она маленькая, но меня содрали по двойному тарифу за собаку. Ну и плюс, конечно, я выслушала, хотя она не рвала, просто у нее синеет язык, и ей становится плохо. В принципе, меня тоже укачивает всю жизнь. Я думала, какой-то период я переросла, но нет, страшно укачивает. Поэтому я предпочитаю поезда. Я не люблю автомобили, автобусы, это вообще для меня кошмар. В детстве укачивала и в троллейбусах, но сейчас тьфу-тьфу-тьфу. Ну и в дополнение, я всегда жду Виктора Владимировича. Вот всегда он опаздывает. Он не может ни вовремя выйти, машина заказана, его еще нет. Я на улице жду. Меня это бесит, я просто не люблю людей, которые опаздывают. Так, мы в электричке, но кнопу укачала, но мы доехали. Да? Сложно, но мы это сделали. Вот так, на ручках мы едем полтора часа. Так, ну, с маленькими детьми, наверное, тоже проще, да? Погладить, упаючать, покажем, напоить. Ну а что ж, просто я пошла. Так, ну мы доехали, домучались. С добрым утром, друзья! Да, вон мы тянем и кошку, и пакеты. Собака, слава богу, идет. У меня аллергия на что-то еще больше. Нос заложен до такой степени, что дышать вообще невозможно. Хорошо, что завтрак врачу уточню, что можно. Но, наверное, все-таки аллергия на цветущую амброзию у меня до этого не было. Но в том году, в такой же период, была аллергия. Тогда думали, что на валерьянку. Ну, вернее, мы долго исключали препараты, лекарства. И где-то через полтора месяца исключили валерьянку. И аллергия сошла на нет. В этот раз я тоже уже принимаю валерьянку не первую неделю. Или она имеет накопительный эффект. И реально у меня аллергия на валерьянку. Ну, или все-таки я склоняюсь, начала цвести амброзия. Если вы в курсе, есть ли у вас аллергия тоже на амброзию. Напишите, пожалуйста, сейчас ли период активного цветения или нет. Интересно просто.